Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Светлана Алексеевич опасается, что после поездки в Европу не сможет вернуться в Беларусь, и высказалась за более жесткие санкции в отношении белорусских властей. Об этом белорусская писательница заявила на пресс-конференции фестиваля от Армии Набу. Перед участием в фестивале писательница пообщалась с местной прессой. На вопрос, вернется ли она после посещения Европы назад, Алексеевич заявила, что не планирует оставаться в эмиграции. После участия в фестивале на Сицилии и посещения врача в Берлине она собирается вернуться в Беларусь. Но у самой писательницы и ее окружения есть сомнения в том, что ее впустят в страну. Алексеевич призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или вынужденной эмиграции. Скорее всего, литератор имеет в виду президиум координационного совета, членом которого она является. Власть уже предпринимала попытку арестовать меня, и она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить, заявила писательница. При этом она верит, что в некоторой степени ее защищает положение Нобелевского лауреата. Лауреат Нобелевской премии высказалась о происходящем в Беларуси. Писательница подчеркнула, что белорусы, которые выходят на марши, хотят жить так, как живут свободные люди. Я смотрю в лицо сегодняшней молодежи, которую много на маршах свободы, и вспоминаю 90-е годы. Тогда на площади выходили мы и кричали «Свободу! Свободу!», но мы не знали, что это такое. У нас было только книжное романтическое представление о свободе. Мы думали, что свобода где-то там, за углом, но потом осознали, что путь к свободе долгий и трудный. Мы этого пути не проходили. За углом мы обнаружили только экономическую разруху и варварство, готовая высунуть голову в любой момент, передают слова Алексеевич журналисты. С отсылкой к названию одной из своих книг «У войны не женское лицо» писательница говорит, что революция в Беларуси как раз имеет женское лицо. На первой линии в многотысячных маршах стоят женщины, тем самым показывающие свою силу, и что в ответ на аресты своих мужчин они могут перевернуть патриархальное общество. Нобелевский лауреат также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей. В Беларусь период политического кризиса оказалась одна, считает она. Вероятно, потому, что между Европой и Россией есть негласный договор о том, что Беларусь – это зона интереса в России. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета вместе с вами. До встречи!